ФИФА Невероятное нововведение и революционный инженерный хэт-трик, стирающий грань между виртуальным миром и реальностью. Думаю, у людей сорвет крышу. И они закончат работу всего за 12 месяцев. У нас очень жесткие сроки. Добро пожаловать на мегазавод EA Sports в Бёрнаби в Канаде, где эта команда мирового класса меняет любимейшую игру в мире. Мегазаводы Видеоигра FIFA. Она масштабна. В FIFA 11 сыграли 300 миллионов раз. Она впечатляет. За время своего существования игры FIFA принесли около 3 миллиардов долларов. Но FIFA 11 от EA Sports скоро лишится своего чемпионского титула. Футбольный симулятор с почти 20-летней историей подвергается крупнейшему преобразованию. Мы говорим о революции этого года инноваций. Я раньше и не мечтал сказать об этом вслух. Просто масштаб, охват и значимость изменений, вносимых нами в этом году, невероятны. Это не просто внешнее обновление. Это революция в геймплее в форме FIFA 12. Задача. Сделать игру, которая не говорит тебе, как играть, а предоставляет платформу, которую можно взять и играть в неё так, как ты хочешь. Чтобы поднять её на следующий уровень, к которому мы стремились, потребовалось сделать несколько радикальных шагов. Три серьёзных шага, которые мы называли «троица инноваций». Во-первых, совершенно новая система столкновений. Называемая «движком столкновения игроков». Эта современнейшая разработка использует реальные законы физики, чтобы органично воспроизводить контакты игроков. Движок столкновений игроков — одно из важнейших нововведений в игре этого года. Это то, как игроки взаимодействуют друг с другом, когда сталкиваются. Затем — усовершенствование искусства дриблинга. Используемый в нападении, дриблинг помогает игрокам удерживать контроль над мечом, оставляя защите мало шансов отобрать его. У нас есть система дриблинга. Она всегда была. Это лишь новый уровень тонкости и контроля. То, что мы называем точным дриблингом. Касания меча стали более точными, с большей чувствительностью, чем обычно. В предыдущих играх серии FIFA. И в то время, как точный дриблинг совершенствует нападение, что-то должно уравновесить оборону. Третья часть троицы. Тактическая защита, как инь и янь в игре, полностью меняющая баланс игры. Игровой процесс в FIFA заметно изменился, стал намного реалистичнее. Результат — превращение красивой игрушки в идеальную спортивную игру. И все это происходит здесь, в Бернабе, Канада, на мегазаводе EA Sports. Одной из крупнейших и самых успешных студий в истории компьютерных игр. Чтобы этот амбициозный план победно влетел в сетку ворот, нужна команда мирового класса. Свыше 400 экспертов, включая программистов, аниматоров, моделлеров, специалистов по звуку и гейм-продюсеров. Мы привезли людей из 18 разных стран планеты, чтобы они работали здесь, потому что они были лучшими в своей сфере. Эту команду возглавляют трое лучших гейм-продюсеров мира. Сантьяго Харамильо Эрон МакГарди И Дэвид Раттер В какой-то степени к ним относятся как рок-звездам. А контролирует этих звездных игроков человек наверху — Мэтт Билби. В том, что мы выпускаем лучшие игры в мире, очень ценно то, что мы стали отличной студией, у нас лучшие люди. Лучшие дисциплины и методы. Невозможно, чтобы произошло так. Боже, мы забыли добавить в игру мяч. У нас был год, когда мы забыли о мяче, но это было очень давно. Вместе эти гениальные умы создадут свою магию всего за 12 месяцев. У многих людей, если подойти к ним и поговорить, в нашей отрасли много времени, у некоторых несколько лет, чтобы создать свои игры. Но у нас очень ограниченные сроки. Это не дает расслабиться. Мы постоянно заняты. Тут уж не до скуки. Это то, что заставляет нас не спать по ночам. Футбол — самый популярный вид спорта в мире. В него играют миллионы. А еще миллиарды любят его. Для многих из этих ярых поклонников это не просто игра. Они одержимы футболом. Футбол часто называют мировой религией. И я согласен, он близок к этому, как ничто другое. И когда реальная игра заканчивается, куда еще можно отправиться сыграть? EA FIFA. Сразу после игры с Манчестер-Сити, когда я забил ударом через голову, я вышел в интернет и сыграл против Джолиона Лескоты. Уэйн показал мне, как играть в FIFA, но с тех пор, как говорится, ученик превзошел учителя. Я выиграл у него 6-0. Я с легкостью у него выиграл, так что это был отличный день, как на поле, так и за компьютером. Эрон Леонард и Джон Терри могут доказать, что я побил Уэйн на руне в FIFA. И не только профессионалы втягиваются в игру. Наша игра позволяет людям воплотить свои футбольные мечты, сыграть со своими командами. Например, когда ты видишь, что матч пошел не так, как надо, твоя команда проиграла, Люди собираются и переигрывают его в EA FIFA, чтобы изменить исход матча. Когда Фламенко проиграла Сиара в бразильском кубке, я сразу же включил FIFA 11, чтобы победить в этой игре. Фламенко всегда в моем сердце. В простейшей форме настоящая игра в футбол – это состязание двух сторон, двух команд, двух основных принципов – нападение и защиты. Но добавьте сюда человеческий фактор, и футбол превращается в столкновение тактик, взаимодействия и реакции с бесконечным числом переменных и возможных исходов. Если твоя инерция направлена в эту сторону, то мяч уйдет. Будучи профессиональным футболистом, Эрон находится на идеальной позиции для переведения игры с поля на экран. Если ты проведешь мяч своим центральным защитником и решишь обвести всех противников одним игроком, реальный футболист не станет так делать, потому что за центральным защитником окажется пустое пространство. И если потерять мяч, начнется контратака. Реальный игрок скажет «Нет, мой центральный защитник не должен обводить противника на поле. Я сделаю пас, обведу мяч и подожду подходящие возможности. Я передам мяч тем игрокам моей команды, которые посильнее. К счастью, я играю за Барселону, тут все игроки сильны». Предыдущие версии игры не дотягивали до подобного уровня тактики. Вот я играю в FIFA 11. Я покажу вам то, что мы хотели поменять в игре этого года. Я отдам мяч противнику. Сразу заметно, что для обороны мне нужно лишь удерживать кнопку «А». Когда я это делаю, мой игрок автоматически бежит к мячу и пытается его перехватить. Не очень-то увлекательно заниматься этим половиной времени игры. Сидеть и ждать, пока не вернешь мяч. Новая троица игровых инноваций FIFA 12 коренным образом меняет эту сторону игры. Но чтобы эти идеи сработали, их нужно перевести с футбольного поля на компьютерный язык. Эта работа начинается с программиста Доминика Бюшара. Что происходит, когда вы используете свой контроллер, нажимаете кнопку? Как это превращается в действие на поле? Это сложный лабиринт молниеносной компьютерной магии. Мы должны принимать все эти решения за 3 миллисекунды, чтобы все работало. 30, много раз за кадр. Первая задача Доминика — обработка физики игроков. Ключ к победе в футбольном матче — удерживать контроль над мячом. Это само по себе заставляет игроков входить в близкий контакт. Для FIFA 11 это слишком сложно. В предыдущей версии игры эта рука, скорее всего, прошла бы прямо сквозь грудь этого игрока, потому что у нас не было возможности изменять имевшуюся у нас готовую анимацию персонажей. Решение этой проблемы в первой части нашей троицы — движке столкновения игроков. Движок столкновения игроков — это новый способ делать это. Он рассчитывает все силы, действующие на каждую часть тела в каждом кадре, что позволяет нам обрабатывать это в реальном времени. Так что, видите, его рука сгибается и обводит плечо, когда этот игрок пытается уйти от него. Это мы делаем в реальном времени. Мы изменяем готовую анимацию столкновения двух игроков на основе законов физики. Другими словами, это настолько близко к реальной жизни, насколько это технологически возможно, как в том, что вы видите, так и по игровым ощущениям. Но это не физика для начинающих. Это было крайне непросто. Никто еще не делал этого. Мы всегда стремимся быть впереди. Именно там они и находятся. Революционный движок столкновения игроков FIFA 12 — первый в своем роде. Это результат двух лет разработки и самая крупная инвестиция в марку EA Sport FIFA на сегодняшний день. И задача Эрона — превратить этот амбициозный план в жизнь. Для нас это было огромным начинанием. Суметь создать это, встроить в игру и заставить самостоятельно работать. На самом деле над этим мы работали два года. Но создание подобного геймплея — не просто подключение новой функции. Это постоянный цикл генерации идей, разработки и улучшения. А для того, чтобы воплотить эту теорию на практике, требуется информация из реального мира. Все начинается здесь, в студии захвата движения компании EA. Ее называют MoCap. Мы приглашаем сюда спортсменов для захвата анимации, которую в конечном итоге вы увидите в игре. Сегодняшние игроки — Дэвиде Кумьенто и Камила Санвеза из местной команды высшей лиги Vancouver Whitecaps. Команде сейчас почти 40 лет. Она была основана в 1974-м. И в этом сезоне мы впервые вернулись в высшую лигу. На поле эти двое — мастера по обращению с мячом. Но перенести эти навыки в студию захвата движения — нечто совершенно иное. Поэтому команда MoCap воспроизводит футбольное окружение. Руководитель отдела компьютерной графики Райан Хайтенен судит сегодняшнюю игру. Газон воссоздает реалистичное касание ног с полом, потому что если бегать по траве, то касание ног с поверхностью будет заметно отличаться от бега по пенопласту или бетону, или даже фанере. Это дает реалистичное ощущение, которое сказывается и на поведении всего остального тела. Но в этой реальности есть одно исключение. Их экипировка. Это необычная форма. Да, это заметно отличается. На матче мы носим шорты и футболки. Эти обтягивающие костюмы имеют свое назначение. Они позволяют Райану прикрепить ключевым точкам отражающие маркеры. У нас есть стандартное число маркеров, которые мы устанавливаем на актера. Сколько у вас маркеров? 60. 60? И эти маркеры устанавливаются в ключевых местах для регистрации движения суставов. Маркеры обнаруживаются камерами, окружающими поле. Но эти камеры не снимают обычных кадров. Красный свет отражается от маркера, и камера убирает все остальное, кроме красного света. Так что каждая камера видит лишь маркер, а не фоновое окружение. Это как трехмерный рентген. У нас 118 камер захвата движения, которые записывают реалистичные движения актеров. Затем мы обрабатываем данные, соединяем все точки и прикрепляем их к скелету, который затем движет персонажа игры. Когда игроки одеты и обуты, я хочу, чтобы ты оказывал на меня давление, как будто это игра. Райан передает ситуацию Сантьяго и Эрону. Секунд через 4-5 Санти скажет «давай», и тогда я хочу, чтобы ты развернулся, стал к нему лицом, сделал движение и пробил изо всей силы. Пора добавить реальности в эту игру. Действия, которые вы видите на экране, основываются на атрибутах и качествах игроков. Это целая база данных, информации об игроках и их умениях. Продюсеры собирают эту информацию на основе их игры. Но одна анимация не подойдет ко всем сценариям. Движку столкновения игроков нужно много сцен близкого контакта. Но для второй части троицы, точного дриблинга, Сантьяго и Эрону необходим другой набор умений. Если мы говорим о точном дриблинге, это движение мяча близко к игроку, который человек, знающий футбол или нет, может интерпретировать сотни различных способов. И он может, как мы видели ранее, как Дэвиде, делать короткие быстрые касания. Это отлично, так и делают футболисты, но для задуманной нами функции это не совсем то, что нужно. Дриблинг — стратегия, часто используемая атакующей командой для удержания контроля над мячом. Это многогранный человеческий навык, который практически невозможно идеально воспроизвести на виртуальной арене. Он существует в FIFA 11, но его спектр применения ограничен. Сантьяго принял вызов. В этом году мы хотели создать систему, которая позволит нам совершать очень чувствительный дриблинг, удерживать мяч в подобных ситуациях и открыть большие участки поля, чтобы получать еще больше удовольствия от игры. И с нашими инженерами в этой функции мы создали новые анимации и добились нового уровня чувствительности управления. Новая функция дриблинга улучшает этот навык, добавив в игру точный контроль мяча в трудных ситуациях и даже во время борьбы. Перенести это сложное умение в игру — задача непростая. Чтобы убедиться, что все предусмотрено, Сантьяго и Эрон переводят каждое реальное движение в виртуальный повтор. Эластико, да! Для нашей игры очень трудно то, что у нас очень много подобных быстрых финтов, просто потому, что мы пытаемся воспроизвести. Для нас очень важно иметь возможность разговаривать с аниматорами, просто обсуждая с ними один на один, но не всегда достаточно просто говорить с ними, чтобы донести то, что хочешь сказать. Очень важно, что мы полностью задействованы в этом, чтобы наша идея была донесена до всех, кто будет прикасаться к игре года. Возможно, продольно, да, вбог переведи. Соответствие реальности очень важно. Этим продюсерам предстоит удовлетворить огромную армию фанатов-экспертов. В интернете каждый день играют свыше пяти миллионов EA и FIFA. Игровой процесс только что стал намного лучше. Самой увлекательной частью FIFA 12 определенно является создание футбольного клуба EA Sports. Это новый онлайн-сервис, который мы вводим в игру. Это что-то вроде футбольного Фейсбука, где игроки не только соревнуются с оппонентами онлайн, но и общаются со своими командами, следят за их составами, играми и оценивают, как идут дела. Команда EA Sports также выдает реальные футбольные сценарии на онлайн-арену, призывая игроков показать те же способности или попытаться изменить исход матча. Мы шутим, что, возможно, мы могли бы давать Алексу Фергюсону отчет каждую пятницу, говоря, что на этой неделе было сыграно 500 миллионов матчей Манчестер Юнайтед против Челси. И что самым успешным составом против Челси был вот такой. И если случится маловероятное, и все наши друзья отключатся от сети, у вас есть другой оппонент — сама игра. Когда вы играете дома одни, все то же самое. Когда вы играете в режиме карьеры, вы постоянно играете с ЦПУ-оппонентом. ЦПУ-оппонент — это центральное процессорное устройство. Это форма искусственного интеллекта, которая позволяет игре быть как твоими партнерами по команде, так и оппонентами. Когда играешь в игру, большую часть времени ты управляешь лишь одним игроком, остальные управляются искусственным интеллектом. За ним стоит еще одна инновация FIFA 12, называемая профессиональным игровым интеллектом. С профессиональным игровым интеллектом достигается уровень принятия решений, которого у нас раньше не было. Все футбольные звезды, которые показывают себя в специфических сферах игры, например, видение поля и удары, или, например, как Питер Крауч, игрок, который хорошо умеет выигрывать дуэли в воздухе из-за роста, это принимается во внимание при принятии решений его партнерами, и таким образом игра становится намного ближе к реальности. В студии MoCap Сантьяго и Эрон не единственные принимают участие в действии. На другой стороне поля другой продюсер EA Sports внимательно следит за игрой Давиде и Камилу. Гэри Паттерсон руководит отдельной версией EA Sports FIFA, FIFA Street. В этом году его игра переживает собственное перерождение. Первой сложностью для нас было определить, что такое уличный футбол. Мы отправили команду исследователей в Рио, Амстердам и Лондон для изучения уличного футбола, и они вернулись с тремя разными версиями того, что там считают уличным футболом. В Рио, по их словам, это по большей части танец, они делают вот такие движения, почти не касаются мяча, они танцуют. В Лондоне больше физического контакта игроков вминают в стены, а в Амстердаме дело больше в мяче, движении мяча и в финтах с мячом. Уличный футбол эволюционировал из дворовых перекатываний мячика в мировой феномен. Дэвиде и Камило – идеальные образы для этого уникального стиля игры. Это очень умелые игроки из Уайткэпс, но уличный футбол – это больше один на один. В нем важнее показать себя, покрасоваться, чем забить. Отлично, да. Так же, как и его большой брат, проект FIFA Street гордится своим реализмом. Но в этой игре круты не только звездные игроки. Важны и поля. Я квалифицируюсь в Шотландии, играю в Англии. Затем эти обобщенные поля. Но мы сделаем, чтобы они походили на Англию. И после прохождения все становится более специфичным. Париж, Венеция, Барселона, Лондон. Ты стремишься стать лучшей уличной футбольной командой в мире. Играешь в разных городах – Амстердаме, Дубае, Токио. Это Рио, финал соревнований. Не думаю, что какая-либо еще игра имела столько полей. В студии Моу Кэп у игроков новая встреча. В игре он выглядит лучше. Чтобы стать настоящей виртуальной суперзвездой, игроки Ванкувер Уайт Кэп, Давиде и Камила не только должны поиграть за персонажей игры. Эти персонажи будут иметь и их внешность. Это наша установка для сканирования головы. Здесь 18 стандартных любительских зеркальных фотоаппаратов. Делаем обычные снимки нашего актера, которые перерабатываются в трехмерный образ. Если игроки не могут добраться до игры, игра отправляется к ним. Мы находимся на тренировочной базе футбольного клуба «Челси» и проводим сканирование головы различных членов команды. Как вы можете видеть, мы установили купол для фотографирования. Здесь установлены 8 камер под различными углами. Мы делаем 4 кадра. Фаз, профиль слева, справа, сверху. И потом мы отправим эту технологию, простите эти данные, ребятам в Ванкувер, где они соберут трехмерные модели голов игроков. Это работа моделлера-персонажей Юн Джун Чая. Но это непростое копирование. Каждая черта в точности воспроизведена. В отношении глаз они действительно являются ключом к достижению схожести. Мы уделяем значительное внимание глазам, их форме, глубине посадки. Это продвинутое компьютерное клонирование. И некоторые детали сложнее других. Волосы — очень сложная часть процесса из-за самой природы волос. Волосы — это группы из множества волокон. Волосы очень сложно воссоздать в трехмерном пространстве. Один игрок добавил Юн Джуну работы. В молодости я создавал своего персонажа в игре. А теперь просто безумие. Я играю с своим готовым персонажем. Это здорово. И экономит мне время. Но после захвата движения, звезда команды Манчестер Юнайтед Уэйн Руни изменил свою внешность, заставив Юн Джуна вернуться к работе над моделью. Он недавно сделал операцию — пересадку волос. Так что в этом году нам пришлось переделывать его волосы. Стать аватаром FIFA — все равно, что забить гол на Кубке мира. Но в мире тысячи игроков и ждать приходится долго. Для тех, кому это удается, результат с ног сшибательный. Все выглядит так, как в реальной жизни. Я сам, как игрок, просто невероятно. Он просто вылитый я. Удивительный. Когда я впервые это увидел, было одновременно круто и немного странно. Мне было с кем сравнить. Я видел Рональда, Роберто Карлоса, Рональдинио, Ривальдо. Я видел этих игроков, и вот я тоже оказался там. Это очень здорово, когда видишь, как дети играют тобой. Иногда, когда я играю, я выбираю своего персонажа, своего аватара. Единственное, что лучше присутствия в игре — быть на ее обложке. Выбирать лица обложки FIFA — работа Джейми МакКинли. По всему миру у нас лучшие персонажи. Уэйн, Руни, Кака и множество героев помоложе, которые пробивают себе путь наверх, чтобы стать лицом FIFA. Это все равно, что быть в лучшей команде. Это из-за того, что FIFA и есть футбол. Это название является самой успешной спортивной игрой в истории. Когда мы выпустили игру в прошлом году, то продали 2,5 миллиона копий в первые 5 дней после официального начала продаж. Это беспрецедентно. На сегодняшний день в мире продано свыше 15 миллионов копий FIFA 11. Этот рекорд FIFA 12 будет не просто побить, но игра EA Sports FIFA не всегда была на вершине мирового рейтинга. Мы выпускаем игры под маркой FIFA с 1993 года, когда мы выпустили FIFA International Soccer на Сяги Генезис и Сяги Мегадрайв в Европе. В те времена соперников у этой простенькой футбольной игры не было. К 2002 году FIFA от EA Sports могла похвастаться 71% рынка. Но когда игровая индустрия совершила скачок вперед, то же произошло и с конкуренцией. Когда мы вышли на рынок PlayStation 2, у нас был конкурент от Konami, Pro Evolution Soccer. И это привело к началу битвы за превосходство между нашими двумя брендами, нашими предприятиями. Игра началась. Мы хотели делать всякие крутые штуки, продвигать технологию, и ввязались в битву за долю рынка с конкурентом. Мы хотели побить их в своей игре. Мы шутим, что нельзя победить в чемпионате, если некого побеждать. Но путь к первенству в лиге вымощен трудностями. В 2007 году доля EA Sports упала до 49%. Пять лет назад мы оказались в роли проигрывающих на платформе PlayStation 2. Мы были лидерами рынка и, полагаю, почевали на лаврах. Мы не занимались инновациями. Они изменили свою тактику. Вместо конкуренции на существующих рынках, в EA Sports решили смотреть в будущее. Мы потратили пару лет на инвестиции в программный код глубокой архитектуры, который создал бы прочное основание, на котором мы могли бы развивать инновации. Эти инвестиции оправдали себя. Сегодня игра владеет 70% рынка и принесла за свою историю свыше 3 миллиардов долларов. А философия качества и инноваций остается для этой команды постоянно повторяемой мантрой. Каждый год так много вкладывается в эту игру, я горд быть ее частью. Вернемся к моделированию. Настало время добавить на поле эмоций. Когда мы делаем с ним и конфас, игроки сидят в нейтральной позе, у них нейтральное выражение лица. Эти фотографии накладываются на то, что они называют основой, скажем так, скелет лица. А аниматоры в Ванкувере могут придать ему любое выражение, какое захотят. Так что если игрок кричит или рычит, лицо будет выглядеть, как будто игрок действительно это делает. Вот что мы сейчас можем делать в игре, то, что мы не могли делать меньше года назад. Когда они обычно играют на поле, у них бывает множество выражений. Скажем, вот очень и очень нейтральное выражение. Но при игре на поле он чуть более напряжен. А когда он бежит изо всех сил или делает обводку, возможно, еще напряженнее. Когда Юн Джун завершает свою магию, в результат трудно поверить. Это настоящий аватар. Но отличный футбол зависит не только от внешнего вида. Эти аватары должны играть на все сто. Помните те трехмерные рентгеновские снимки из студии захвата движения? В конечном итоге они попадают сюда, к ведущему аниматору Гаррету Ивсу. В трехмерном пространстве вы можете видеть, где находятся маркеры. Эти шарики из фольги, закрепленные у них на костюмах. Эти шарики должны быть привязаны к суставам модели, например, кисти, локтю или плечу. Мотор! Гаррет использует эту привязку для создания анимированных эпизодов. Например, я хочу, чтобы он проехал по земле чуть дальше. Видите, сколько он проезжает сейчас? Не очень далеко. Представьте, что он на мокром поле, тогда он может проскользить чуть дальше. Теперь, видите, мы взяли ту же самую анимацию, только добавили длины скольжения. Каждое движение идеально соответствует реальному игроку. Но всех удовлетворить невозможно. Мой персонаж в FIFA, честно говоря, он сделан очень хорошо. Возможно, ему немного не хватает мощи. Думаю, в моей игре больше энергии. Несколько недель назад у нас тут был Джо Коул и спросил, почему я не такой быстрый, как должен быть. Знаете, я быстрее, чем Суарес. Ну или о ком он там говорил. Так что мы получаем, возможно, более эмоциональные письма о подобных вещах от игроков, чем от фанатов, которые хотят знать, почему они не быстрее или точнее в ударах. Не для каждого игрока делается личный трехмерный рентген. Очень много анимации. Игра очень глубокая и требуется небольшая армия аниматоров, чтобы все сделать. Есть рентген или нет, аниматорам все же необходимо проследить за тем, чтобы техника каждого игрока была тщательно воспроизведена. Чтобы добиться осуществления этой практически невозможной задачи, на улице выходит еще одна небольшая армия. По всему миру у нас есть эксперты, наблюдающие за тем, как команда играет каждый матч сезона. Они обращают пристальное внимание на определенных игроков. Затем эти эксперты дают нам значение их атрибутов. Скорость, выносливость, умение играть головой, их меткость и сила ударов. Мастерство пасса и все в таком роде. Как и Гаррит, аниматор Канчо Досков превращает эти данные в действия на экране. Вот у меня клип, клип со студии захвата движения. Здесь игрок делает удар через себя. И как вы можете видеть, я просто контролирую, что все выглядит хорошо, что он падает правильно, а руки не проходят сквозь его тело. Каково бы ни было мастерство, если игрок может это сделать, игра, возможно, способна сделать это лучше. У нас есть множество специфических движений для определенных игроков. Например, у Рональдо специфичная техника дриблинга. У Месси тоже. Когда работа над этими анимированными моделями будет завершена, им будут присвоены атрибуты игровой базы данных. Через 9 месяцев с начала работ, оба и движок столкновения игроков, и функция точного дриблинга практически завершены. Игра стала глубже, быстрее, реалистичнее. И игра в нападении стала намного точнее, чем когда бы то ни было. Теперь было бы разумно дать шанс обороняющейся стороне. Для этого необходим последний элемент инновационной троицы — тактическая защита. Еще один революционный прорыв FIFA. Мы сразу же поняли, что если можно сделать игру настолько же интересной в обороне, как и в нападении, это удвоит удовольствие от игры. Это одна из мотиваций введения этой функции. Тактическая защита меняет подход к обороне, превращая ее из экшена в стратегию, вводя в действие реальные футбольные навыки. Новая система защиты не требует от вас бездумно держать зажатой кнопку, бросая защитников по полю, как самонаводящиеся ракеты. Она требует от вас действительно думать и играть более тактически, сдерживая игру, читая игру, а не реагируя на действие. Это заметное отличие. Месяцы вынашивания идей, разработки, сбора данных и улучшения. И симулятор футбола практически невозможно отличить от реальности. Но работа не завершена. Чтобы максимально действовать, игровые инновации должны взаимодействовать. Так что мы возвращаемся к программному гуру Доминику Бюшару. Все эти анимационные клипы заносятся в большую базу данных. К ним добавляется контекстный маркер. Пас это или удар. Происходит это при медленном беге или быстром. Летит мяч с этой стороны или с этой. У нас есть большая база данных с огромным выбором анимаций. И наша задача — создать остальные слои, которые в конечном итоге приведут к выбору подходящего анимированного момента. Работать осталось лишь несколько недель. И Доминику приходится спешить. Определенно, мы приближаемся к концу работы. У нас плотный график. Финальная доводка игры. Именно этим мы сейчас и заняты. Но это также и очень напряженное время, когда мы пытаемся что-то исправить, не сломав остального. Это очень сложно. Но база данных еще не заполнена. Добрый день, это Мартин Тайлер и Алан Смит. Мы в предвкушении матча, обещающего быть очень интересным. Да, я тоже так думаю. Новый движок столкновений игроков, тактическая защита и система точного дриблинга могут подарить пользователю невероятное удовольствие от игры. Но для звукорежиссера Джеффа Макферсона они лишь добавляют головной боли. Проблема комментария в нашей игре просто огромна. Это главная наша проблема. Как в реальном футболе, каждое действие на виртуальном поле имеет бесконечное множество возможных исходов. И Джеффу нужно предугадать и записать комментарии к каждому возможному событию. Думаю, комментировать реальный матч проще, потому что ты реагируешь на происходящее событие. Тебе не нужно ничего изобретать и выдумывать. Ты не знаешь, что произойдет. Можно представить, что произойдет после определенных событий, но в реальности по всему миру в игру играют миллионы и миллионы, делающие там все, что угодно. И в конечном итоге случится любая возможная ситуация. Чтобы записать все возможные комментарии, он обращается к профессиональным комментаторам футбольных трансляций Мартину Тайлеру и Аллану Смиту. Это был невероятный процесс. Очень сложный, должен заметить. Мне с самого начала дали понять, насколько это будет напряженная работа. Но пока не попробуешь, не поймешь. Ты сидишь здесь по 4-5 часов, приходится постоянно импровизировать, записывать разные вариации, сохранять свежий и реалистичный тон. Я никогда ничего подобного не делал. Мяч вышел за территорию поля. Они хотят найти новую игру, заиграть по-другому. Это можно понять. Бросок, игра возобновлена. Для этого необходим невероятный объем данных. Это масштабнейшее предприятие. Только за этот год для английской версии мы записали 10 тысяч фраз. Нам сказали, что в игре 24 часа непрерывных наших разговоров. Когда комментарий внесен в базу данных, в дело вступает игра. Добрый день. Это Мартин Тайлер и Алан Смит. Мы в предвкушении матча, обещающего быть очень интересным. Да, я тоже так думаю. Два равносильных соперника. Представьте 10 тысяч или 30 тысяч фраз в большом ведре, которые пытаются воспроизвести себя. Они постоянно болтают. И в определенный момент какая-то часть из них будет верна. Довольно немного на самом деле. И они будут соперничать друг с другом, чтобы быть той единственной, которая и будет воспроизведена. В конечном итоге выбирается одна. В зависимости от приоритета, от ситуации, от контекста. Эта его тактика не сработала. Я много раз видел, как он добивается успеха подобным приемом, но не сегодня. Работа Джеффа не заканчивается на чудовищных сложностях подготовки комментариев. Ему нужно также удовлетворить толпы болельщиков. Пение трибун, кричалки и крики — следующая по масштабам часть нашей игры после комментариев. Очевидно, что для футбольных фанатов по всему миру песни, которые они поют для своих клубов, очень важны. Первая задача — записать все песни на настоящих стадионах. Затем в дело вступает цензор. Многие из этих песен не подходят для семейной игры. Очень многое мы не вставляем в игру из-за сквернословия или оскорблений. К тому времени, когда эта команда гейм-продюсеров, программистов, аниматоров, моделлеров и аудиоэкспертов закончат свою работу, FIFA 12 превратится в мощную машину. В игре 32 лиги, 570 клубов, почти 15 тысяч игроков, 34 национальные лиги. И через взаимодействие с игрой люди лучше знакомятся с футболом. Она настолько хороша, что за нее берутся даже настоящие команды. Мы знаем, что некоторые тренеры и некоторые футбольные академии на самом деле используют игру для своих тренировок, для обсуждения различных тактик и возможностей. Я знаю, что игроки вроде Оли Гуннара Сульшара в Норвегии используют нашу игру, прежде чем играть с разными командами, потому что у нас есть все возможные команды соперника, и он отрабатывает, в каком тактическом построении они будут играть, какой он заявит стартовый состав. Игра в FIFA помогает в первую очередь игрокам. Они могут посмотреть на игру, подумать о футболе. Мне она дает более уверенный и простой способ обзора команд, против которых я играю. Плюс рейтинги, навыки и атрибуты, которые вы даете игрокам, просто фантастика. Для меня, как менеджера, они позволяют немного подготовиться. Думаю, для некоторых наших игроков возможность посмотреть на своих противников на экране телевизора, и игра против них на экране может иметь больше пользы, чем кажется. Срок выпуска игры быстро приближается. Пора протестировать революцию FIFA 12. Над этим, думаю, нам нужно поработать. Этот этап называется финальной доводкой. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Веселое время исправления всех проблем, которые мы наделали, пока занимались крутыми штуками. Все трое отошли назад. Этот матч тормозит начало движения. В нем уже бак? Да. Я думал, что он уже сделал для этого патч. Нет. Думаю, это неплохое исправление. Нужно сделать его как можно скорее. Да. Но прежде чем выйти на улицы, перед FIFA предстает самый требовательный игрок из всех. Покупатель. Я уверен в игре, и что людям она понравится. Но никогда нельзя быть уверенным на 100%. Никогда не знаешь, пока не выпустишь ее. Всегда есть опасения. Но я думаю, что любой творец в мире чувствует это перед демонстрацией своего произведения. Чтобы убедиться, что удар попал точно в цель, нескольким фанатам дается возможность посмотреть на игру до выпуска. Мы приглашаем потребителей поиграть в наши игры за месяцы до выхода игры, просто чтобы получить отзыв о том, как игра ведет себя, и как мы можем улучшить ее до официального выпуска. За время цикла тестирования к нам приходит около 150-200 человек. Тестеры выбираются из клубов футбольных фанатов. Они клянутся хранить все в тайне. Это цена, которую стоит заплатить за то, чтобы опередить других. Но они не знают, что за ними следят. Чтобы убедиться, что их присутствие не скажется на отзывах, Эрон и Дэвид следят за реакцией игроков из-за зеркала прозрачного с одной стороны. Эрон подготовил список проблем и вещей, которыми нужно заняться. На тот случай, если сегодня что-нибудь всплывет и окажется важнее других вещей, мы сменим приоритеты. Но пока проблем немного, я не слышу ничего, что меня бы взволновало. Мы подстраиваем и налаживаем, меняем до самого последнего момента. Так что если что-то будет выявлено во время этой сессии, о чем мы не подумали, или что какая-то часть игры сейчас перевалирует над другой, и нам нужно что-то изменить, мы сможем отреагировать на это вплоть до официальной даты выхода игры. Заключение? Думаю, это реалистичнее некуда. Да, определенно, точно. День выхода FIFA 12 Результат многих лет разработки, 12 месяцев обновления и совместные усилия одних из лучших умов в индустрии видеоигр наконец выпущен. И вновь он берет мир штурмом. Это все равно, что смотреть обычный матч, когда ты играешь в нем. Игроки похожи на себя, играют как настоящие, делают то же, что их прототипы делают на поле. И А-спортс FIFA 12 не только повторила рекорд своей предшественницы, но разгромила его. Это успешнейшая спортивная видеоигра года. Меньше чем за пять дней было продано три и две десяток миллиона копий. Примерно столько же времени уходит у ее создателей на то, чтобы приступить к следующей игре. У нас, в общем-то, уже есть список идей того, что мы хотим сделать в следующем году. Первый день выглядит так. Второй день? Хорошо. Что мы будем делать в следующем году? В каком-то роде прелесть этого вида спорта и заключается в том, что он так изменчив. Что бы они ни спланировали, нет сомнений. Их проект станет победителем. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Дмитрий Полиновский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова